Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Очень часто в СМИ, в соцсетях или просто на слуху мы слышим о том, что где-то застроили тротуар, где-то присвоили зеленую зону. Порой эти новости обретают широкий резонанс, а порой и вовсе незаметно. Часто те, у кого есть возможность пробиться к власти, думают, что им все позволено и начинают заниматься присвоением имущества или земли. Они не думают о том, какой грех они зарабатывают, идя на поводу своей алчности, жадности и жажды наживы. Особенно власти мужчин путем мошенничества, прикрываясь таким понятием, как «у меня спина», они ничего не смогут доказать. Я решу вопрос, присваивая ради собственной наживы и выгоды то, что принадлежит народу. В достоверном хадисе сказано «Маниктата ашибрам минал арди дульман тавакаху Аллаху и яху яумал киямати минсаб'и арди». «Кто несправедливо присвоит землю размером в пять, того Аллах обовьет в сутный день этой землей до семи земель». То есть, огромное количество земли поставят на его шею как наказание. Исходя из хадиса пророка саллиллаху алейхи вассаляма, получается, что за этот, казалось бы, незначительный грех вы получаете значительное наказание. Стоит ли этот кусок земли в этом дуне такого наказания? Как же вы не понимаете, что не сможете никак оправдаться перед Всевышним Аллахом? Какие связи вам помогут? Когда вы предстанете на высшем суде, кого вы сможете купить в Ахирате? Когда ваша душа будет дрожать перед гневом Аллаха? Вы такими поступками ущемляете свой народ. Нет никакой разницы, в каком государстве, городе или на какой земле жить. Ты в первую очередь мусульманин, а потом уже и власть, и чиновник. И как мусульманин ты ответишь за это. Так поступай же так, как тебя призывает твоя религия, а не твой нафс. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.